В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Виктора Ларионова прошел второй этап кубка губернатора по комплексу ГТО. 16 команд, более 100 сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления продолжили тестирование и выполнили нормативы в двух видах программы. Плавание на 50 метров и стрельбе из электронного оружия. Хотел отметить большую активность наших коллег, госслужащих, потому что 16 команд это достаточно серьезное представительство. У нас принимали участие как работники областных органов исполнительной власти, депутаты горсовета, законодательного собрания и спортсмены, муниципальные служащие администрации города Омска. В первую очередь от руководителей ведомства, они прививают культуру занятия спортом, культуру коллективного отдыха, именно в стиле здорового образа жизни, активного отдыха. Это видно по командам, это видно по их сплоченности. Командные форматы, отличный настрой участников способствовали росту результата. Выполнение норматива по стрельбе успешно выступил дружный коллектив Министерства спорта региона. В ходе тестирования мастер спорта по пулевой стрельбе Ирина Колесникова дала несколько полезных советов своим партнерам по команде. Показатели улучшились. Специфика, конечно, очень другая, когда ты работаешь с пулей и когда ты работаешь с электронной машиной. Это зависит тоже от спуска. Спуск очень разный. Прицеливание, в принципе, одно и то же. И вот момент, когда изготовки с пулей ты перезаряжаешь оружие, а здесь ты не происходишь. Ну и выполняешь имитацию перезарядки. У нас очень дружная и сплоченная команда, подготовленная. Но ГТО – это на самом деле очень такой комплекс, который требует максимального старания и физических усилий, чтобы показать именно высокие результаты. И вот коллега Ирина Владимировна дала мне советы по стрельбе. Я выстрелила 36 очков. Хорошую подготовку продемонстрировали представители Министерства промышленности, здравоохранения, строительства. Это отличный повод коллегам сплотиться, показать свои результаты. Здорово, что у нас сегодня есть возможность попробовать такой новый формат, как стрельба из электронного оружия, что помогает приобрести базовые навыки, такие как прицеливание, нажатие на курок. Азарты целеустремленные в соревнованиях по плаванию. Самые спортивные представители команд проплыли по нормативу золотого знака и мотивировали своих коллег. Главное – выложиться, постараться на все сто, максимально приблизиться к хорошему результату. Команды соревнований – это всегда задор, всегда у каждого присутствует азарт именно соревновательного момента. Поэтому я думаю, что у нас все министерства, да и все, наверное, участники получают положительные эмоции. В церемонии награждения приняла участие двукратная олимпийская чемпионка по полевой стрельбе Виталина Бацарашкина. В личном многобурье медали Кубка губернатора завоевали более 40 участников. Так как регион спортивный, у нас старый млад, все спортсмены, либо физкультурники, и поэтому управленцы, так сказать, тоже показывают спортивные результаты, ГТО сдают. И то, что я сегодня видела, там достойные результаты, поэтому надеюсь, что так и будет в дальнейшем. В общем, в зачете главный трофей впервые завоевала команда Министерства экономики Омской области. Второе место заняла сборная административных округов Омска, третье – результаты команды администрации города. В шестерку лучших вошли также коллективы аппарата губернатора и правительства Омской области и двух министерств спорта и строительства. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ